Сергей Брачук, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ, к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте. Слава Украине, слава вооруженным силам. Доброе утро, коллеги, здравствуйте. Героям слава. Сергей, давайте начнем с оперативной обстановки. По традиции, как прошла ночь на южном участке фронта? На удивление, у нас 4-5-0, у нас без обстрела, поэтому я надеюсь, что те люди, которые не были привлечены к службе, с несениями боевой службы, они хоть немножечко поспали, потому что прекрасно понимаем, что война продолжается. Враг не оставил планов относительно юга нашей страны. Собственно, понимаем о том, что сегодня невозможно со стороны Российской Федерации проведение военно-десантной операции. Тем не менее, ракетная угроза остается актуальной. И, кстати, сейчас у моря в эти минуты находится один ракетоноситель, находятся всего два корабля, но, тем не менее, ракетоносители есть. Это подводная лодка. А подводная лодка, как известно, во-первых, может стрелять, делать пуски фактически из любой точки акватории Черного моря. Ну и, собственно, это сложно сразу определить, потому что, понятное дело, ракета выходит из-под воды. Поэтому сохраняем бдительность, все службы на местах, полная боевая готовность. И, соответственно, в ожидании того, что если будет атака, то мы будем ее отбивать. Атака 4-5-0. Я надеюсь, что на ближайшее какое-то время, хоть на несколько часов, люди смогут более-менее выдохнуть спокойно. Поговорим о ситуации на левобережье Херсонщины. 70-тысячную группировку собрали там российские оккупанты. По словам Натальи Гуменюк, руководителя пресс-центра оперативного командования ЮГ, это и вдоль линии фронта, и в тылу, такое количество войск, о чем может говорить? Может ли это говорить о том, что российские оккупанты готовят новое наступление на левобережье Херсонщины? Ну, если мы говорим об этом количестве личного состава, действительно, там более 70-ти тысяч, но это речь идет о всей группировке войск Днепр, которые, в частности, и отвечают операционно за боевые действия на левом берегу временно оккупированной Херсонской области. Действительно, плацдармы, которые находятся на левобережье, они сегодня не дают покоя врагу, они сегодня находятся под полным контролем наших вооруженных сил. Четыре штурмовых атаки было проведено на протяжении предыдущих суток, и все четыре атаки нашими подразделениями были успешно отбиты. Поэтому, действительно, враг сегодня мыслит категориями уничтожения плацдармов, что не получается. Ну, а что касается возможного наступления на правый берег, на Херсон, на те громады, которые находятся возле нашего областного центра, то у врага сегодня таких ресурсов просто нет. Понятное дело, что ИПСО, информационная составляющая боевых действий, разгоняет информацию о том, что якобы чуть ли не завтра враг начнет форсировать Днепр, начнет наступление на право бережья. Все это не соответствует действительности. Подтянули они, действительно, количество войск, от которых вы сказали, подтянули боевую технику, но, опять-таки, возвращаясь к нашим плацдармам, это район населенного пункта Акрынки, это растянутые плацдармы, как минимум по побережью более 10 километров, справиться с этим они не могут. Поэтому надо думать о том, для россиян, как сохранить личный состав, как сохранить технику, то, что им не удается, потому что все то, что идет в штурмовые атаки, оно уничтожается. Работает наша артиллерия с правого берега, работают и впеведроны. Понятное дело, что погода вносит определенные коррективы в боевые действия, но, тем не менее, еще раз скажу, наши плацдармы стоят и не дают врагу никаких шансов на то, чтобы разворачивать определенные силы для каких-то наступлений. Все это, еще раз скажу, информационная шумиха со стороны Российской Федерации. Вот вы сказали о четырех штурмах, ранее было три, до этого шесть, то есть не увеличивается их количество. И по словам Натальи Гуменюк, не увеличивается оно потому, что Россия не имеет ресурсов, потому что несет очень большие потери на левобережье Херсонщины. Что скажете о потерях Российской армии там? Потери действительно большие, и все те штурмовые атаки, которые происходят, они для россиян болезненные. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что россияне людей не считают, и своих воинов за людей не считают. Поэтому они готовы ложить там целыми подразделениями свои войска, и, собственно, это и наблюдается в том числе. Что касается количества штурмовых действий, то враг неся такие потери, все-таки пытается, имея в наличии определенные средства огневого давления, в том числе и авиацию, это авиационное вооружение, пытается таким образом тоже с помощью авиации давить на наши тылы, давить на наши левобережья, на наши плацдармы. Это один из сегодня принципов работы российской стороны, все уничтожать с помощью авиации. Надеюсь, что с вводом в бой наших украинских уже F-16, ситуация изменится как минимум до определенного паритета, что не даст дальше возможности врагу так активно себя чувствовать в нашем небе. С другой стороны, мы можем вспомнить события декабря прошлого года, когда в один из дней сразу было уничтожено три истребителя вражеских, Су-34. Я надеюсь, что такая ситуация вполне может повториться. Расскажите, что по технике у российских оккупантов. Издание Financial Times писало о том, что за минувший год в России произвели несколько сотен танков. Замечена ли такая новая техника, которая была произведена буквально в прошлом году на Южном фронте? Россияне действительно много говорят о том, что они способны производить сегодня именно много танков новых, но опять-таки тут есть нюанс. В это количество якобы произведенных танков Россия включает в том числе и снятые с консервации вооружения и технику. И потом из нескольких они, как говорят, лепят что-то одно, потому что не хватает запчастей. Что-то украдено, что-то на хранении не очень хорошо хранилось, извините за талтологию. Ну и, собственно, потом это выдается за то, что якобы еще одна боевая единица с конвейера сошла и вступает в бой. Максимально все снимается с конвейера, максимально определяются эти резервы. И группировка Днепр, именно группировка Днепр, которая действует на Южном фронте, она тоже, конечно, получает и технику боевую. Это количество несколько увеличилось. Насколько это современные танки, мы видим по тем боевым действиям, которые происходят сейчас в том числе и на Южном направлении. Когда вражеская техника горит, когда целые локации превращаются в кладбище российской уничтоженной техники. Поэтому танк горит, что выпуска там 60-х годов, ну и, возможно, 90-х в том числе одинаково. Главное, чтобы удачно работали наши воины, что они и делают. Есть ли информация, что известно о морально-психологическом духе российских оккупантов на левобережье, учитывая то, сколько они бьются и топчутся на месте, никак не могут подвинуть вооруженные силы Украины занятых плацдармов? Возможно, что-то известно по перехватам. Какое у них настроение? Ну, какое может быть настроение, когда очень многие из них являются мародерами, являются насильниками, и, конечно, им лучше находиться в тылах временно оккупированного левобережья Херсонской области, где можно воевать со стариками, можно воевать с детьми и показывать свое превосходство. Нельзя сбрасывать со счетов то, что Россия выдвинула на эти участки фронта и на Южном, и если мы говорим там много о Запорожском, нерегулярно какие-то части. Это регулярные части, части, которые умеют воевать. Это в том числе и представители не только мотострелковых подразделений, это и ВДВ, это и морская пехота. Но, тем не менее, когда вот эти штурмы местные, так называемые, проходят, соответственно, подавляющее большинство из этих бойцов не возвращаются уже домой и никогда не вернутся, получив в том числе тяжелые ранения, и им не оказывается, вернее, не всегда оказывается своевременная медицинская помощь, то, понятное дело, это влияет на настроение, влияет на умы россиян. В любом случае, нам надо рассчитывать не только на морально-психологическое состояние российских войск, а на наши успехи на поле боя. Чем больше они будут, тем больше будет уныния в российских частях, в российских подразделениях. Ну и самое главное, чтобы это уныние, на мой взгляд, оно передалось родственникам тех, кто уже сложил свои головы в наших херсонских степях, или для кого это утро сегодня, например, будет последним. И вот ситуация на Запорожском участке фронта. Какие там действия российских оккупационных войск? Россия там тоже подготовила определенные части, которые пополнили соответствующую группировку войск. Это Работинский плацдарм. Враг пытается и будет пытаться, на мой взгляд, вернуть те позиции, которые были отвоеваны нашими вооруженными силами еще в прошлом году. Если мы говорим именно о Работинском плацдарме, соответственно, и вот эти части, они растянуты на этом участке фронта. Тут можно сравнить, относительно сравнить с Авдеевкой, но с другой стороны, по количеству войск. Но с другой стороны, Авдеевка, это была насыщенность на определенный километраж, что, соответственно, здесь линия фронта, она более растянута. Сегодня нет той концентрации на Запорожском фронте, которая была на направлении Авдеевки. И, собственно, снова мы видим, что, как и по Херсонскому направлению, разгоняется информационная шумиха российской стороной о том, что якобы готовится наступление на Запорожье. Возможно, какие планы у врага есть, я в этом даже не сомневаюсь. Насколько они готовы ресурсно, насколько готовы морально, вот в этом очень большие сомнения. Тем более, и у нас наши войска, которые находятся на этих позициях, знают свои задачи, соответственно, знают планы врага и готовы реагировать на эти риски и вызовы. Сергей, вам спасибо большое за этот ранний разговор. Сергей Абрачук рассказал нам о ситуации на украинском юге. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok